Ольга серьёзно обеспокоена. Уже несколько дней она не может дозвониться своим коллегам с Запорожской атомной электростанции. До недавнего времени женщина работала там инженером. Ольге удалось бежать. Она пытается связаться с коллегами, которые ещё находятся на АЭС. Но с каждым днём это становится всё труднее. Думаю, процентов 70 точно не работает в связи с опасностью находиться на рабочих местах. Сами понимаете, какое-то обслуживание происходит и как обеспечивается ядерная безопасность этого объекта. Ольга – не настоящее имя. Женщина не хочет быть узнанной. Она боится мести. Российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта. С тех пор, по сведениям украинской стороны, россияне превратили атомную электростанцию в военную крепость. На территории уже было несколько аварий и обстрелов. В одном случае пришлось задействовать аварийную систему электроснабжения. Объект у них для шантажа. Для шантажа наверняка нашего правительства. Но это же война. Это же война. И козырь у них в руках пока сейчас. Тем временем мэр Энергодара считает, что есть только одно решение проблемы – полный вывод САЭС российских войск. Мы связываемся с ним по телефону. Он был эвакуирован на подконтрольную Украине территорию. Окупанты сейчас нарушают правила радиационной и пожарной безопасности, ведут огонь из РСЗО непосредственно с атомной станции. Я надеюсь, что в конце концов будет принято соответствующее решение на международном уровне по демилитаризации территории Запорожской АЭС. Иногда Ольга получает от коллег видео, снятые на мобильные телефоны. На этих кадрах запечатлена опасная ситуация вблизи электростанции. Горит разбомбленный центр отдыха рядом с САЭС. В памяти всплывает воспоминание о чернобыльской катастрофе. Это будет, наверное, в раз в 10 сильнее и мощнее. Там шесть блоков и еще площадка СХАЯТ. Сухого отработанного ядерного топлива. То есть Чернобыль – это так, это игрушечка. Женщина нашла новую работу в Киеве. Но в случае ядерной катастрофы она и ее сын, вероятно, не будут в безопасности и здесь, говорит она. Пока идет война, полностью безопасного места нет нигде. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok